Представили экспозицию полуострова, посвящённую природному потенциалу. День Камчатского края прошёл на международной выставке в форуме «Россия» на АВДНХ в Москве 9 ноября. Камчатка стала субъектом, который открыл серию региональных дней на выставке. «На Камчатке мы первыми встречаем новый день. Камчатка – это край восходящего солнца, как назвал её наш президент Владимир Путин во время поездки на Камчатку год назад. И, встречая первыми в стране солнца, мы хотим делиться им со всей страной. На Камчатке мы гордимся нашей природой. Она уникальная и ни с чем не сравнимая. Здесь, на Камчатке, вулканы встречаются с океаном. Наши реки полноводные каждый год наполняются рыбой, наполняются силой природы, которую мы стараемся сохранить, сберечь для будущих поколений. И на которой мы строим благополучие наших жителей. Для меня, я в этом убеждён, Камчатка – это регион будущего. Потому что мы строим ту экономику, которая будет реализована в ближайшие годы и десятилетия по всему миру». Вице-спикер Госдумы страны Ирина Яровая отметила, что для неё большая радость быть частью Камчатки. «Камчатка – это действительно большая семья. Это рыбаки и военные моряки. Это вулканологи, врачи, учителя, это геологи. Это все люди с большой душой и сердцем, которые безусловно влюблены в нашу родную землю. И которые каждый день привносят свой личный, душевный, сердечный вклад в развитие нашей родной Камчатки». Председатель краевого заксобрания Ирина Унтилова также поприветствовала посетителей выставки. «Когда ты говоришь, ты живёшь на Камчатке, вопрос – а как вы там? А мы там хорошо. И поэтому мы хотим показать вам, что у нас получается. Ведь Камчатка – это не только природы, вулканы, гейзеры. Камчатка – это развитие. Камчатка – это молодость. Камчатка – это энергия земли и людей. Поэтому в эти дни прислушайтесь Камчатке, почувствуйте Камчатку, влюбитесь в Камчатку и приезжайте в край, где солнце начинает свой поход». На выставке-форуме представлена уникальная экспозиция полуострова, посвящённая природному потенциалу региона. Павильон края представляет своеобразный телепорт, где каждый гость может за пару шагов преодолеть тысячи километров и оказаться в одном из самых вдохновляющих мест России и мира. В рамках Дня Камчатского края губернатор полуострова Владимир Солодов презентовал почётным гостям главные достижения региона за несколько лет в области рыбной отрасли, туризма, предпринимательства и других сферах. «На выставке мы постарались главные акценты сформулировать. Это то, что нам удаётся делать в сфере нашей главной отрасли рыболовства. Мы показываем успехи наших рыбопромышленных компаний, которые сейчас самые современные технологии применяют. Мы показываем те проекты серии туризма, которые уже сейчас доступны, доступны каждому жителю нашей страны и всего мира. И хотим, чтобы таких проектов становилось больше. Мне хочется, чтобы те молодые люди, которые, может быть, задумываются сейчас, что хотели бы заниматься туризмом как предпринимательством, выбрали Камчатку для себя. И неважно, в каком регионе сегодня они живут или в каком регионе они выросли. Это просто доступно, мы всю линейку поддержки предоставляем. Ну и, наконец, мы делимся тем, что мы делаем в сфере промышленности и технологий с точки зрения судоремонта, судостроения, портовой деятельности и развития нашего города». Также глава региона отметил, что гордостью Камчатки является её первозданная природа, которая больше всего привлекает людей на полуострове. «При этом мы создаём качественные условия для жизни. За последние годы нам удалось очень сильно продвинуться в строительстве дорог, в строительстве жилья. Сейчас завершается проект по созданию лучшего на Дальнем Востоке аэропорта. В следующем году он уже откроет свои двери. И, наверное, главное, что мы гордимся тем, что Камчатка становится всё более доступной. Путешествия к нам на полуостров доступны сейчас без преувеличения каждому жителю России. Но, конечно, наша главная гордость – это наши люди одновременно очень сильные и отзывчивые. Мы гордимся достижениями наших спортсменов, мы гордимся теми, кто каждый день вкладывается в развитие нашего региона и хотим показать портреты наших героев». В рамках Дня Камчатского края также состоялся презентационный сет «Жить на Камчатке», во время которого Владимир Солодов рассказал о реализации мастер-плана Петропавловском. «Я хочу поделиться с вами видением нашего ответа на вопрос, как так, чтобы жить на Камчатке было привлекательно, было модно, было интересно, чтобы жизнь на Камчатке была востребована для нашей молодёжи, которая родилась и выросла у нас, и кто заинтересован в самореализации на нашей удивительной земле». Обновление Петропавловска включает в себя несколько десятков объектов. Реализация идёт по трём направлениям. Природный ландшафт, отражение Камчатки, комплексное развитие существующей и новой застройки, а также создание сильного центра города. Полная реновация, создание природного парка, общественного центра, пешеходные улицы и развитие причалов. Реализация проекта уже началась. Уже в этом месяце сдадут первый из объектов – смотровая площадка на Сопке Петровское. Кроме того, завершается разработка проекта и в этом же году планируют приступить к началу благоустройства набережной вдоль Озерновской косы. «Хочу отдать должное и поблагодарить, что вовлечение бизнеса мы видим уже сегодня, и только вместе мы сможем реализовать вот этот амбициозный план перезагрузки нашего города». Добавим, президент страны Владимир Путин поручил провести международную выставку «Форум Россия» в Москве на территории ВДНХ. Мероприятие продлится до 12 апреля следующего года.